МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ На канале ОТС Время новостей в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Смотрите далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 тысячи новобранцев, новинки вооружений и выступления спецназа. Как прошел областной день призывника? Коммунальщики устанавливают новые тарифы, а общественники учат бороться за жилищные права. Сколько будут стоить услуги ЖКХ в следующем году? Кто должен платить за перевозки? Водитель или кладовщик? Почему дальнобойщики вышли на федеральную трассу? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новосибирские школьники стали больше интересоваться службой в армии. На день призывника пришло больше 4 тысяч старшеклассников. Такое в столице Сибири впервые. Раньше этот праздник проходил в разы скромнее. Подробности в сюжете Елена Щербаковой. Конкурсу военные вузы завидуют лучшие гражданские университеты. Профессия военного становится все популярнее. На день призывника обычно приходили не больше нескольких сотен школьников. Сегодня Ледовый дворец спорта посетили 4 тысячи старшеклассников. Уже более 1300 человек мы отправили. Пока проблем в этом вопросе нет. Люди с желанием идут. Должен отметить, что с желанием идут. С весенним призывом, с прошлым годом. Желание призывников возрастает. Но опять же, наверное, это связано с тем, что рейтинг вооруженных сил растет, и популярность службы в армии растет. Перед входом в Ледовый дворец выставка военной техники в здании оружия современной армии. Гости выставки – губернатор области и мэр Новосибирска. Сегодня первые лица обратились к будущим защитникам Отечества с напутственными словами. Больше всего подростков впечатлили выступления спецназа. Профессия военного в нашей стране очень уважаемая. Мужчина, который обладает военной профессией, он может называться мужчиной. Количество желающих служить по контракту растет с каждым годом. Самые популярные – десантные войска, спецназ, разведка и танкисты. Очень интересно. Интереснее, возможно, может быть, даже нет работы. Если только корреспондент. Осенний призыв продлится до 25 декабря. К этому времени вооруженные силы призовут 2500 новобранцев из Новосибирской области. Елена Щербакова, Дмитрий Зловин. Новости ОТС. Другим темам. Новосибирские дальнобойщики вышли на очередную акцию протеста. Они выступают против системы Платон, введение которой заставило их платить за каждый пройденный километр федеральных трасс, помимо уже имеющегося транспортного налога и акцизов, заложенных в стоимость топлива. На этот раз владельцы фур собрались на Омском тракте. Подробности в сюжете Николая Сальникова. Западные ворота Новосибирска стали местом транспортных баталий. Вдоль обочин трассы М-51 выстроились десятки фур, а их владельцы организовали гражданский исход. Главное требование – отменить систему платы за проезд по федеральным трассам. Полная отмена. Мы платим транспортный налог от 35 тысяч рублей. Мы платим акцизы. Они обещали, когда вводили, мужики, помните, когда они вводили акцизы, что они обещали? Мамой клялись – уберу транспортный налог. Народ обманули, акцизы ввели, транспортный налог оставили. Помимо прочего, у пикетчиков много вопросов к юридическому лицу, которое будет отвечать за сбор средств в платежной системе. Тот уставной капитал в Платоне, который имеет, он составляет, извините меня, очень мизерную сумму. Это всего 100 тысяч рублей. При том, при всем, что они будут собирать миллиардные деньги с нас, с нас, налогоплательщиков. И мы не знаем, куда эти деньги пойдут. То, что нам заявляет Министерство транспорта и Росавтодор, они в очередной раз просто-напросто нас обманывают. По словам дальнобойщиков, система штрафов на весовом контроле сегодня несправедливая, потому как перегружают фуры именно отправители товара, а не водители. И штрафовать не водителя, а грузоотправителя. Никто из нас не знает, сколько грузов у нас в багажнике, скажем так, в кузове. Все мы это чувствуем только когда включаем первую передачу и говорим, да, нас опять обманули. Мы всегда видим, когда водители РФов едут, одна рука рулит, а вторая мокля, потому что он едет и слезы вытирает этот водитель. Некоторые новосибирские парламентарии считают, что система Платон – яркий пример двойного налогообложения. И вообще для таких проектов сейчас как минимум не время. Мы это однозначно не поддерживаем. Более считаем, что в кризисные года вводить транспортный, вот этот налог, дополнительно транспортный, ну, совершенно несправедливо и неправильно, потому что все равно это будет платить на него будут обычные жители. И это все обвернется повышением цен, это все обвернется закрытием малосреднего предпринимательства. По словам активистов, сейчас они ожидают решения по вопросу Платона от президента России Владимира Путина. Если изменений не будет, то уже в конце недели новосибирские грузоперевозчики собираются отправиться в Москву на всероссийскую акцию протеста. Николай Сальников, Антон Мамаев, Новости ОТС. В следующем году жители Новосибирской области будут платить за коммунальные услуги на 3,5% больше. Об этом сегодня заявил глава регионального департамента по тарифам Гаррия Смодьяров. Так, с 1 июля тариф на отопление вырастет на 40 рублей, холодная вода подорожает на 56 копеек, водоотведение на 1 рубль 44 копейки. Стоит отметить, что в других регионах цены на услуги ЖКХ поднимут еще выше. По электроэнергии еще говорить рано, это будет ориентировочно к концу декабря ближе. Значит, сформирован платеж гражданина, исходя из тарифа на электрическую энергию, 2 рубля 42 копейки на сегодняшний день с ростом со второго полугодия. И в продолжение темы. В Новосибирске прошло заседание общественного штаба ЖКХ. Собственники жилья и эксперты собрались, чтобы обсудить актуальные проблемы в сфере управления многоквартирными домами и последние изменения в законодательстве. Елена Медведик продолжит. Сдать бюллетени вместе с протоколом в управляющую компанию, она обязана это все дело отправить в ГЖИ. Обсуждения, споры, предложения. Здесь собрались представители ТОСов и ТСЖ. Жилищные отношения непросты. Полгода назад законодатели внесли очередные коррективы. Важно вовремя проинформировать собственников и начать вести дела по-другому. Теперь общее собрание собственников – это официальная процедура. Теперь за подделку протоколов общих собраний есть административная и уголовная ответственность. Все первичные документы по проведению общего собрания, инициатор собрания, то есть собственник, обязан сдать в управляющую компанию, в государственную жилищную инспекцию на проверку. Во главе работы общественного штаба ЖКХ – методика социального посредничества. Здесь разрабатывают пошаговое решение проблем. Абсолютно каждый житель Новосибирской области может обратиться в приемные часы по адресу вокзальная магистраль, дом 2, или позвонить на горячую линию 380-8171. Этот проект без территориальной привязки. И у нас в планах сейчас сделать такие консультационные центры в ресурсных центрах других районов. Провести техническое обследование, составить акт, согласовать перечень работ, утвердить на общем собрании. Подробный алгоритм действий поможет решить проблемы. Методические материалы составлены командой специалистов-практиков. Они на собственном опыте знают, как сложно решить бытовые трудности. Текло с крыш, люди ноги опускали в лужи, весь подвал рушился. Внутри подъездов не было 20 лет ремонта. Ну все, мы находимся в центре, и вот такой дом в таком состоянии. Сейчас мы наводим порядок. Вот еще сделаем ремонт внутри подъездов. И уже тогда можно будет похвалиться. Вопросы поднимают самые разные. Все, что наболело. Капитальный ремонт многоэтажек, расчет содержания общего имущества, как снизить размер коммунальных оплат и достучаться до управляющих компаний. Вопрос отопления в летний период. За что люди платят, имея теплощетчики на дом, на ТСЖ? За что платят отопление, когда его нет? Ведь когда люди ставят теплощетчики, тратятся очень большие средства. Десятки, сотни тысяч. И потом говорят, ты не брал тепло, но ты заплати, мы потом тебе деньги вернем. Негодование по поводу возросших цен на обслуживание высказывают многие. Другое дело, что далеко не каждый решится на активные действия. Недостаток времени, нежелание связываться с бюрократией, отсутствие опыта и знаний. Что мешает людям отстаивать свои права? Если не повышать уровень экономической правовой грамотности населения, то, к огромному сожалению, мы с вами видим, как нечистоплотные управляющие компании превращают наши с вами дома, наши с вами коммунальные проблемы в свой грязный бизнес. И справедливая Россия в свое время, с год назад, открыла в Новосибирске общественную приемную защиты прав граждан. Специалисты уверяют, наладить взаимоотношения между хозяйственниками и собственниками возможно. Достаточно найти грамотный подход и набраться терпения. Елена Медведик, Евгений Агеев, Новости ОТС. 1 декабря по всей стране, в том числе и Новосибирской области, стартует единый день приема граждан. Жители региона выслушают действующие депутаты всех уровней, представители исполнительной власти и общественники. Именно так Единая Россия решила отметить свой день рождения. В партии планируют сделать максимально доступными места для приема жителей области. В этот день будет открыто 160 дополнительных площадок. Выслушать и помочь, если это возможно, предстоит депутатам фракции Единая Россия, Зак Собрания региона и Государственной Думы. Принимать людей также будут чиновники органов местного самоуправления и члены Совета Федерации, руководители районных и поселковых администраций. Усилия всех членов партии в этот день будут направлены на решение проблем граждан, чтобы ни один острый вопрос не остался без внимания. Первым делом самолеты в мегаполисе создали Сибирское региональное отделение Ассоциаций пилотов и граждан-владельцев воздушных судов. Сегодня в Новосибирске 100 частных летчиков. О перспективах развития малой авиации расскажет Алия Арзаева. В новую организацию пока вошла лишь пятая часть новосибирских пилотов-любителей. Цель – объединить усилия и улучшить координацию. Делиться друг с другом какими-то достижениями, какими-то проблемами, обсуждать эти проблемы или достижения. Мы планируем, что мы будем проводить какие-то совместные конференции, семинары, слеты. Будем приглашать частных пилотов, как это случилось сегодня, с других регионов. Малая авиация сегодня не просто хобби. Частные пилоты участвуют в поиске пропавших людей. В Европейской части России в этом направлении успешно работают уже несколько лет. В частности, сотрудничают с поисковым отрядом «Лиза Алерт» и службой 112. Могли с воздуха в год локализовать, найти около 15-20 человек. Когда сообщество стало работать, волонтеры 112, МЧС, авиация ООН. Наш результат в этом году – 103 человека. Пример, на который равняются пилоты ассоциации «Гражданский аэропатруль Америки». Он возник с началом Второй мировой войны. Тогда частные пилоты патрулировали побережье, выслеживая немецкие подводные лодки. Сейчас эта организация получает государственное финансирование, а летают по-прежнему волонтеры. У нас о таком пока только мечтают и содержат ассоциацию в основном за счет спонсорских взносов. А развитие малой авиации видят в обучении пилотированию с 12 лет и в создании региональных организаций пилотов. Алия Арзаева, Анна Скок, Артем Валевич, Новости ОТС. К другим темам. Бассейн, комната теплого пара, игровые залы и просторные группы. Новый детский сад на 125 мест построили в поселке Пригородный простор. О том, какие условия ждут дошколят и их родители, расскажет Ксения Бородкина. Семья Фадеевых в этот поселок переехала недавно. Для них главным критерием при выборе места жительства был детский сад. Дочери Софии 4 года и возить ее каждый день в город сложно. Но теперь проблема решена. Рядом с домом построили новое дошкольное учреждение. София с папой сразу же отправилась оценить его. Издалека заприметили здание, похожее на замок. Собрали все документы, приготовили. Сейчас пришли на открытие посмотреть, как он выглядит внутри. Мы его еще не разу не видели. Хотим понравиться ребенку, не понравиться, ее эмоции посмотреть. Поселок Пригородный простор построили вблизи Новосибирска буквально за 3 года. Сегодня уже сдано 320 таунхаусов. И практически в каждой семье есть маленькие дети. Поэтому застройщик принял решение за свой счет построить для жителей частный детский сад. Проект обошелся в 49 миллионов рублей. Здание возвели за 2 года. Всех малышей, кто пойдет в этот детский сад, ждут оздоровительные процедуры. Здесь оборудовали современный бассейн. Ну а после плавания сразу в комнату теплого пара. Площадь детского сада – 1500 квадратных метров. Но малышей здесь вместится не так много. Всего 125 ребят. Главный критерий – комфорт. Просторные группы, музыкальные и физкультурные залы. Комнаты логопеда и психолога. Вот только чтобы отправить сюда ребенка, родителям придется заплатить 12 тысяч рублей за место. Но власти обещают решить эту проблему. Сейчас обсуждают нормативы по компенсации. Соглашения в ближайшее время должны подписать в администрации Новосибирского района. Это уникальная модель. Мы отработали уже сегодня в взаимодействии с нашим бюджетом. Мы софинансируем часть проплаты. Поэтому хороший проект. Я считаю, что он будет очень тиражироваться другими застройщиками, нам думается, по этой отработанной модели. В новом детском саду уже все готово к приему малышей. Закуплено оборудование, набрали педагогический состав и укомплектовали две группы. Но места еще есть. И уже завтра детский сад заработает. Ксения Обородкина, Борис Гладких. Новости ОТС. Новости ОТС. Единственную шайбу забросил Максим Шелунов. Что касается сегодняшнего соперника, то команды уже встречались в этом сезоне. Игра в Новосибирске завершилась победой нашей команды со счетом 3-2. Прямую трансляцию матча с Северсталью смотрите в эфире нашего телеканала. Начало в 22.20. И на этом пока все. Полная картина дня в итоговом выпуске новостей ОТС в 20.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова